Bonjour à tous! Добро пожаловать на мой канал Le Français Simple. В этом видео мы с вами рассмотрим одно из самых лёгких времён на французском языке. Futurproche. Futurproche переводится как «ближайшее будущее». Оно используется, чтобы говорить о действии запланированном будущем, недалеко от настоящего момента. Оно указывает на то, что действие скоро произойдёт и подчёркивает намерение что-то сделать. Некоторые считают, что Futurproche — это как время, одно из времён во французском языке. Некоторые считают, что это просто как бы временная конструкция. Лично я воспринимаю Futurproche как одно из времён на французском языке, поэтому в этом видео я больше буду склоняться в этом направлении. Но на самом деле это не совсем важно, как вы воспринимаете, как время или как конструкцию временную. Поэтому просто главное, чтобы вы поняли, как он работает и смогли затем применять его в диалогах, в разговорной речи с французами. Поэтому сейчас я расскажу вам, как оно работает и как оно строится. В начале видео я вам сказала, что Futurproche — это самое лёгкое время во французском языке. И вот смотрите, как оно строится. Вы сначала спрыгаете глагол «aller» в настоящем времени, то есть в презон, и затем добавляете к глаголу «aller» спрыжённому глагол в инфинитиве, которым вы хотите указать на какое-то действие. Здесь я вам напомнила спрыжение глагола «aller» в настоящем времени. Я вам его прочитаю. То есть если вы хотите сказать, что я посмотрю фильм, то есть смотреть глагол в будущем, вы хотите поставить, то вы говорите «je vais regarder» в инфинитиве «un film». Негативная или отрицательная форма этого времени обычная классическая, то есть в глагол «aller» между, стоит частичка отрицательная «ne pas» и плюс глагол в инфинитиве, про который мы говорим. «Je ne vais pas» плюс инфинитив. «Tu ne vas pas» плюс инфинитив. «Il ne va pas», «elle ne va pas», «on ne va pas», «nous n'allons pas», «vous n'allez pas», «ils ne vont pas», «elles ne vont pas». Ну вот и всё. Никаких подвохов. Это и всё, что нужно вам знать об этом времени Futurproche. Сейчас мы с вами рассмотрим несколько примеров, чтобы закрепить эту тему. Экземпль. Примеры. «Je vais partir à Paris», «я уеду в Париж». Главное глагол этой фразы — глагол «partir», глагол «уезжать». То есть этот глагол спряжён в каком времени? Правильно, в Futurproche, в ближайшем будущем. То есть это значит, что вот это действие «уезжать в Париж», оно не будет, оно не состоится через 10, через 20 лет. Оно состоится скоро, то есть в ближайшем времени. «Attention! Tu vas tomber!» «Осторожно! Ты упадёшь!» Главный глагол этой фразы — «tomber». «Va», то есть глагол «aller», спряжённый в настоящем времени, он является частичкой этого спряжения в Futurproche, глагола «падать», глагола «tomber». Следующий пример, менее счастливый, чем предыдущие. «Мон перуке va mourir dans trois jours». «Мон попугай умрёт через три дня». «Мон перуке», то есть он, «il», «va mourir», это получается загол «мурir», спряжённый в Futurproche, через три дня. То есть мы видим, что это в ближайшем времени состоится, и поэтому мы используем Futurproche, потому что если вы знаете больше уже времён на французском языке, то существует другое время, просто Futur, который обозначает Futur, который состоится, то есть будущее, которое состоится через долгое время, как бы когда-то состоится, то есть когда-то мой попугай умрёт. А здесь именно конкретно «скоро», «в ближайшее время», то есть Futurproche мы используем. «Моя сестра будет утром», «моя сестра родит завтра». «Мы не закончим работу сегодня», то есть отрицательная форма. «Вы пойдёте в кино», то есть видите, здесь как смешно получается, что два глагола «aller» стоят рядышком, и как бы глагол «aller», спряжён Futurproche со своим же как бы напарником, глаголом «aller». И последний пример на сегодня «ils ne vont pas trahir leur famille». «Они не предадут свою семью». Тут глагол главной фразы «trahir», который Futurproche, и плюс это отрицательная форма, поэтому получается «ils ne vont pas trahir», то есть глагол в инфинитиве, «leur famille», «свою семью». Ну вот и всё, потратив 5 минут вашего времени, вы смогли выучить новое, очень простое время во французском языке, и теперь вы сможете правильно рассказывать французам о ваших планах на ближайшее будущее, поэтому если вам понравилось это видео, и вам оно было понятным, то ставьте лайк, если у вас есть какие-то вопросы, то пишите их в комментариях, я постараюсь как можно быстрее на них ответить, и также подписывайтесь на мой канал, и активируйте колокольчик, чтобы не пропустить новые мои видео. Ну всё, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok